Призраки оперы и балета. Тайную жизнь на сцене театра можно увидеть, если заглянуть сюда перед спектаклем, пока занавес еще опущен. Такая возможность выдалась воспитанникам первого детского дома. Сейчас он называется центр помощи. В святая святых за кулисами ребятам показывают театр изнутри. Вот это вот расположен пульт помощника режиссера. Помощник режиссера, вот как только закрылся занавес, теперь он царь и бог здесь на сцене. Без его команды даже мухи не летают по сцене. То есть все выполняется по его команде. Включается свет, звук, двигаются декорации, выходят артисты, дирижеру дает команду тогда, когда нужно начинать играть. То есть вот это, будем так говорить, командный пункт, пункт управления спектаклями. Сама сцена оборудована по последнему слову техники. Сцена Самарского театра оперы и балета одна из самых механизированных в России, благодаря чему все сценическое пространство подвижно, а декорации могут меняться буквально в несколько секунд. Декорации подвешивают на штанкеты. Их здесь почти шесть десятков, а грузоподъемность одного полтонны. Одновременно на них могут находиться декорации сразу для двух спектаклей. Свет обеспечивают семь софитов. Один такой светильник потребляет столько же электроэнергии, сколько двенадцатиэтажный дом. Когда находишься за сценой, там все как-то удивительно, сказочно. Совсем другие ощущения, когда находишься в зале. Настоящий спектакль – это не только талант артистов, но и труд еще сотен человек. Ребята увидели, что в искусстве применение своим талантом найдут и техники, и художники, и партные. Это им помогает адаптироваться в жизни, и у них появляется какой-то интерес. У нас же в детском доме швейный цех существует, кружки разные, рукоделие. Они там вышивают из зелес кожи, работают бисером, ленточные вышивки. Они будут знать, где они могут применить свои знания. Но основные секреты так и останутся за кулисами, чтобы на сцене зритель увидел самую настоящую сказку и обязательно в нее поверил. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков, События.